В 90-х годах 19-го столетия В официальном порядке признала долину реки Мзинта Или так называемую Красную Поляну государственной здравницей И здесь было принято решение уже тогда развивать курорт Но ввиду экономически тяжелого состояния, войн последующих и так далее Курорт начал развиваться только в 25-х годах, уже после революции Тем не менее, первая дорога на Красную Поляну была построена еще в 1898 году И обошлась она тогда государственной казне в более чем 1 миллион рублей золотом То есть это были сумасшедшие деньги, очень дорого это все вышло Тем не менее, вот так вот дорога была построена еще в то время Вот, как я уже сказал, в 1925 году было принято в официальном порядке признать Сочи Территорию Сочи в целом государственной курортной зоной И именно с этого времени здесь активно начала развиваться курортная деятельность Но несколько дач, около 20 дач было построено у нас еще в конце 19 века И сама планировка поселка Красная Поляна, так же как и планировка поселочка Эстасадок Она была произведена еще в 1898 году То есть разметили тогда улицы, отвели зоны под парки Отвели зону под непосредственно охотничьи угодья Построили, как я уже сказал, охотничий дом, в котором в данный момент сценируется Сейчас мы с вами подъезжаем практически к трамплинному комплексу Обратите внимание, с этой стороны мы останавливаться здесь не будем Просто проедем Здесь у нас построено два трамплина В данный момент этот комплекс принадлежит уже государству К сожалению, был признан в этом году несколько убыточным Потому что мало все-таки посетителей И, насколько мне известно, принята уже программа по развитию инфраструктуры То есть будет произведено строительство спортивных школ В которых будут дети с малолетнего возраста Значит, на бесплатных, можно сказать, на бесплатной основе учиться, прыгать Дело в том, что у нас река называется Мзинта Река называется Мзинта В переводе таком более новом Это переводится со староадыгского языка как бешеная Она, в принципе, оправдывает свое название В период половодия уровень воды поднимается в широких поймах более чем на метр А в узких местах до трех метров И вид, скорость движения, вид бурлящий Действительно вызывает какие-то ассоциации с бешенством Вот, но на самом деле, если брать более гудокий анализ названия То в верховьях реки оберет свое начало наша речка из озера Кардывач Когда-то давным-давно, в пятом-десятом столетии нашей эры уже Проживали племена Медозюев или Медовеев И озеро в то время называлось Мдзы Вот, от корневой названия данного племени А речка, соответственно, называлась Мдзинта Вот, мы с вами заезжаем уже на территорию горки городка Ну и что хотелось бы отметить Что именно в данном городке был построен медиа-центр Откуда практически велось практически все вещание О соревнованиях, проходящих на наших курортах Один из самых больших медиа-центров России Занимает площадь более 30 тысяч квадратных метров Был рассчитан на более чем 400 На более чем 4 тысячи представителей радиовещания А также более 500 представителей медиа-масс Вот, что еще хочу сказать Именно отсюда у нас поднимается канатная дорога Борная карусель Мы сейчас к ней подъедем И первая веточка данной канатной дороги Она именно, по ней вы можете добраться Во время, когда, может, будете здесь отдыхать Или сами захотите По ней вы можете доехать непосредственно К трамплинной трассе К трамплинам нашим Вот В период межсезонья И в летний период Стоимость первого участка канатной дороги Бесплатная Зимой стоимость 200-300 рублей Ну, во всяком случае, в этом году так было В период межсезонья По этому участку канатной дороги Вы можете прокатиться совершенно бесплатно Единственный недостаток Этой канатной дороги В том, что Она не является обзорной И поднимаясь по ней Вы практически ничего не увидите Вот Для того, чтобы Насладиться полностью пейзажами Последующие два участка канатных дорог У нас поднимают На 2111 метров И оттуда открывается Очень хороший вид На гору Ачишко На Красную Поляну в целом И также на Эстасадок Сейчас мы выйдем Сейчас мы с вами все выйдем на площадку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok